Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы на практике посмотрим, как можно применять различные способы к решению дробных рациональных уравнений. Давайте попробуем вот с этого уравнения. Вот это уравнение нам необходимо решить. Прежде всего мы смотрим внимательно на знаменатель каждой дроби и определяем общий знаменатель для всех дробей, входящих в уравнение. Посмотрев на знаменатели, мы определяем, что общий знаменатель дробей, входящих в уравнение, равен х в четвертой степени минус х во второй степени минус 72. Теперь мы умножаем обе части уравнения на общий знаменатель дробей и получаем в результате некоторых преобразований целое уравнение. Это уравнение мы преобразовываем дальше, переносим слагаемое в одну сторону и получаем вот такое уравнение. Мы получили уравнение третьей степени. Как же поступать дальше? Мы можем воспользоваться следующим способом. Способом группировки слагаемых, входящих в левую часть уравнения, для того, чтобы потом определить общий множитель в каждой группе и вынести его за скобку. Группируем х в третьей степени минус 6х в второй степени и 9х минус 54. Получается вот такая разность. В каждой из этих групп есть общие множители, которые мы и выносим за скобку. Обратите внимание, после вынесения общих множителей за скобку в каждой из групп, мы получили уравнение, в котором тоже есть общий множитель. Посмотрите, х минус 6, вот эта разность, является общим множителем, который тоже можно вынести. Мы вынесли х минус 6 за скобку. Второй множитель у нас х в квадрате минус 9. Здесь мы можем применить формулу сокращенного умножения и разложить второй множитель еще на два множителя. х минус 3 умножить на х плюс 3. Мы получили вот такое уравнение. Мы знаем, что произведение нескольких множителей обращается в 0, если хотя бы один из множителей обращается в 0. То есть таким образом у нас получилось в этом уравнении, которое мы сейчас решали, последние его записи, 3 корня 6, 3 и минус 3. Остался у нас последний очень важный шаг. Мы должны проверить, не обращает ли какое-нибудь значение корня в общий знаменатель в 0. Давайте это сделаем. Проверим. Подставим поочередно каждый из полученных корней и выясним, что оказывается только х равен 6 не обращает общий знаменатель в 0. Таким образом, ответ х равен 6. Ответ 6. Попробуем решить вот это уравнение и воспользуемся еще одним способом записи и решения этого уравнения. Обратите внимание, это уравнение взято из сборника экзаменационных заданий. Потому что дробно-рациональное уравнение может вам встретиться в экзаменационной работе первое задание второй части. Как мы можем поступить по-другому? Мы видим, что данное уравнение равносильно системе. Обратите внимание, мы сразу накладываем на знаменатель дроби ограничения. Мы знаем, что знаменатель не может обращаться в 0. Поэтому при этом способе решения мы изначально сразу накладываем на знаменатель ограничения. х в квадрате минус 16 не равен 0. Ну а мы на общий знаменатель умножили все равно обе части исходного уравнения. И первое уравнение системы получилось вот таким, как вы сейчас видите это на экране. Разумеется, мы делаем некоторые преобразования, переносим слагаемые в левую часть, приводим подобные слагаемые и получаем целое уравнение. Оно приведенное. Со вторым неравенством мы тоже поработали и получили, что х не может быть равен минус 4, и х не может быть равен 4. Для того, чтобы знаменатель не обратился в 0. Решать приведенное квадратное уравнение можно разными способами. Сегодня мы с вами рассмотрели решение квадратного уравнения, приведенного с помощью формулы корней квадратного уравнения. А сейчас попробуем применить теорему Виета. Применив теорему Виета, мы легко получаем корни, это 4 и 5, и мы сразу видим, что один из корней, а именно х, равный 4, не удовлетворяет условию, что х не может быть равен плюс или минус 4. Получаем, что корень исходного уравнения – 5. Ответ – 5. Это занятие было подготовлено на основе учебника алгебры 9 класса под редакцией Телековского, и также были использованы задания пособия математика, задания повышенного и высокого уровня сложности, приема...